Такие встречи студентов с мэром курорта в Сочи стали уже традиционными. На этот раз Анатолий Пахомов пообщался с будущими выпускниками Международного инновационного университета и Академического колледжа. Тема – трудоустройство молодых специалистов. Глава города отмечает сегодня в банке вакансий около 2000 предложений, основные в профильной для города санаторно-курортной отрасли. Все наши объекты размещения, они должны быть адаптированы к работе круглый год. И вывод тут один. Чтобы были объекты размещения, туристические объекты, чтобы они были заполнены и выполняли при этом качественную услугу, нужны постоянные кадры. Временщики никогда не сделают качественную услугу. Работу в Сочи сегодня может найти практически каждый молодой специалист. Было бы желание. На встрече подчеркивают, не нужно бояться начинать с небольшой зарплаты и должности из числа, например, обслуживающего персонала. Важно просто с чего-то начать. Мы проводим мониторинг ежегодно. Очень даже охотно. Организации берут выпускников города Сочи. У нас хорошая подготовка. Поэтому с удовольствием. Есть карьерный рост. Каждый может выпускник, показав себя работодателю, расти на службе. Конечно, работодатель не предложит сразу человеку, закончившему высшее образование, пойти на должность руководителя или менеджера. О своих вакансиях будущим выпускникам сегодня рассказали ведущие компании курорта. В их числе, например, МФЦ, образовательный центр «Сириус», крупнейшие отели и санатории, а также сочинское казино. Там, например, средняя зарплата горничных – 30 тысяч. Неплохой старт. Сегодня в казино работает более тысячи человек, но из них лишь около 200 – сочинцы. Анатолий Пахомов в очередной раз рекомендует делать ставку на местных специалистов, что выгодно обеим сторонам. В местных должен обходиться работодателю дешевле, потому что у местного есть место проживания. Не надо для него приобретать квартиру, не надо общежитие и так дальше. Но самое главное – местные вот здесь, это его родина. То есть масса преимуществ у местных. Ну а что касается студентов инновационного университета, то в период обучения уже трудоустроены более 30 человек. Это четверть из выпускников вуза. Такие встречи, говорят сами студенты, крайне полезны даже первокурсникам. Такие встречи очень важны, потому что каждый ученик нашего университета должен понимать, что после окончания своей профессии он найдет достойную работу. Мне кажется, очень важно, что сам мэр города берет в руки такую ситуацию. В этом году подобные встречи уже прошли в Сочинском госуниверситете и институте РУДН. На очереди Московский автодорожный институт. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».